МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Автором первой административной реформы в России был Иванушка Дурачок. Он отрубил змею Горынычу одну голову, а на её месте сразу выросли три новых. О, Петров, как всегда, вовремя на работу. Здравствуйте, Павел Иванович. Хорошо, что я вас встретил. Я весь в нем. Дело в том, что я хочу с вами посоветоваться, вот как с моим замом по кадрам. Ну, вы знаете, нам предстоит сокращение штатов. Да, вы знаете, мне кажется, что сокращение давно назрело. Но мне в то же время кажется, что увольнение – это всё-таки моральная травма для человека. Вот. Поэтому хорошо бы это всё как-то обставлять, знаете, помягче, как-то покорректней, чтобы у сотрудника всё-таки сохранилось, ну, какое-то хорошее, доброе воспоминание об этом. Вот вы как будто читаете мои мысли, Петров. Я совершенно с вами согласен. Давайте обсудим детали в вашем кабинете. Пожалуйста. Прошу. Ты уволен, Петров, ты уволен, Петров, ты уволен, ты уволен, возвращайся в Тамбов. Да, 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 да. Да, да, да. Бай. Как дела? Сокращение как? Ну и что? Нас никто не слышит? Слушай, ну успокойтесь вы все. Ну научитесь вы в этой ситуации как-то расслабляться, я не знаю. Расслабишься тут. А с кем ты говорил, когда я вошел? И звонил. Мне секс по телефону звонил. Вот это да. На работу. И ты не боишься? Опять? Да. Да. Петр Васильевич. Я как раз читаю ваш приказ. Медленно я переворачиваю страницы. Ой, а как это приятно. А какой язык, какой темперамент. Я чувствую, как встает вопрос об упразднении. Я снимаю с себя всю, всю ответственность. Ой, Петр Васильевич. Да. Да, да, да. Да. Конечно, Альберт Николаевич, я все подпишу, все, что вы, конечно, дорогой мой человек, ну что вы, конечно. Все. Как мне осточертела эта реформа, Господи. Я должен выпить. Я срочно должен выпить. Так, где у меня эта бутылочка? А, вот она. Слушаю и повиную, хозяин. Если я правильно понимаю, вы джинь. Джинь, джинь, давай, загадывай скорее свое желание. Желание одно. Чтобы как можно скорее закончилась эта чертова административная реформа. Слушаю и повинуюсь. Извини, тут такое дело. Сейчас у нас у джинов тоже проходит эта чертова административная реформа. Так что надо кое-что согласовать, кое-что подписать, кое-что утрясти. В общем, твое желание должно пройти некоторые инстанции. Что я должен делать? Куда идти? Никуда тебе не надо идти. Все мои коллеги прямо здесь. Так что откопоривай. Согласуй. И потом сразу ко мне. Иван Петрович. Привет, Степанович. Привет. Здравствуй, дорогой. Слушай, ну у меня с непривычки спины просто нет. А ты, я смотрю, на двух колесах вместо четырех. Что, персональный автомобильчик тю-тю? Ай, не говоришь. Я вот. Решил экономить народные деньги. Я экономить, я решил. Ты-то как, а? Как ты вообще? Да я-то вообще, знаешь, до конца пошел. В смысле? Пешком решил добираться. Пешком. Ай, ты что меня беспокоит? Мы, конечно, там отказались с одной стороны. А как они там отнесутся к тому, что двоих-то человек мы работы лишили, понимаешь? А как? Твоего водителя, моего водителя. Не, не, Иванчик, это ты лишил. А я, наоборот, обеспечил. Ну как? Как? Причем не двоих, а четырех. Ну, твоего шофера, моего шофера и еще двоих. Как? Ну, а вот и они. Ну, я же говорю, можно и пешком добираться. В министерство. Пока, Ванюш. Всевастер. Чего? Ты в какое министерство-то? Ну, как в такое? Финансов. Слушай, а мне там рядышком, я пристроюсь, а сзади. Давай, пристраивайся. Давай, Роман.